А-а-а. Вот что бывает. Нетфликс, когда очень странные дела, снимают годами. Один из их актеров попадает в ужасный фильм ужасов. Освобождение только что вышло на Нетфликс, и этот новый хоррор посвящен семье Джексонов, где в Аббенизе Андре сидел демон, контролировавший его и родных, желая убить всю семью. Темная история дома и реальные события с Латой и Адамс заинтриговали меня. Не будем больше ждать, давайте разберем фильм и обсудим все, что можно из него вынести. Вот обзор освобождения и объяснение концовки. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Так стоит ли смотреть этот фильм? Говоря о хорошем хорроре, есть пара главных вещей, которые хочется видеть на поверхности. Вам нужна увлекательная история с реальным содержанием. Хочется ощутить атмосферу, немного испугаться за героев без банальщины. Этот фильм не справился ни с чем из этого. Сюжет показался мне совершенно бессмысленным. У нас был демон по имени Трей, которого Бенис описал как падшего ангела, но связь с домом так и осталась неясной, как и причины, почему демон хотел уничтожить всех, кто там жил. Путаница в том, был ли это Трей погибший мальчик или сам демон. Мотивы демона убивать семью остались для меня загадкой. Бенис сказал, что Эбони была слаба, но что это вообще значит? Это просто казалось. Это была история о том, как Эбони обрела веру, используя демона, преследующего ее семью, как способ привести ее к вере в Иисуса и Бога в конце, потому что именно эта вера в итоге отправила демона обратно в ад. Во время просмотра я подумал, что никогда не чувствовалось, будто ставки действительно высоки. В хороших фильмах ужасов темп выстроен правильно, и он нарастает до кульминации, когда все идет не так, а затем демон побежден. Этот фильм пытался следовать такой структуре, но мне показалось, что было слишком много дразнящих моментов с Дре, Нейтом и Шанте в начале фильма. Поэтому в конце это не произвело того эффекта, на который рассчитывали создатели. Ужасы лучше работают, когда оставляют простор воображению, а здесь нам все показали. Я даже посмеялся про себя в последней трети, потому что стало просто нелепо. Когда Бенид таскали, я закатывал глаза. Когда демон превращался в Альберту, Дре и Эбони, это казалось скорее забавным, чем пугающим. Когда Дре вырвался и пополз по стене, это напомнило Человека-паука. А когда Эбони заговорила на языках, это стало последней каплей. Когда она сказала, что она Дитя Божье, и это побеждало демона, я подумал, что это ленивый сценарий. Я понимаю, что она обрела веру, но мне кажется, этого недостаточно, все произошло слишком быстро. В конце Синтия сказала Эбони, что хотела бы иметь ее веру, появившуюся пару дней назад. Это заставило меня поморщиться. Все это выглядело немного клишировано, как идеальный счастливый конец. Хотя этот фильм длился почти два часа, главная проблема в том, что у нас было все этих персонажей, но я не чувствую, что мы реально что-то о них узнали. Альберта была, пожалуй, самым интересным персонажем, и Глен Клоус, на мой взгляд, отлично сыграла свою роль, но кроме размахивания Битой и попыток обратить дочь в веру, она особо ничем не запомнилась. У Эбони было тяжелое прошлое. В юности она подвергалась насилию, что и отвратило ее от религии, ведь она молила Бога о помощи, но ничего не изменилось. Я считаю, это интересный подход, но мне кажется лишним весь этот сюжет с отсутствующим отцом детей и ее алкоголизмом. Не понимаю, что это добавило персонажу, разве что показало предвзятость органов опеки. Что касается спецэффектов в фильме, они не впечатлили, но свою функцию выполнили. Самым жутким воплощением демона было, когда он принял облик Альберты. Я думал, что это выглядело довольно жутко, но когда Шанте просто парила над кроватью, это казалось клише, а когда у Эбони ломались кости и все такое, казалось, что мы уже видели это раньше. Самым странным было, когда Нейт начал есть свою плоть и царапать руки и грудь. Я не понял смысла, но хотя бы в этом была какая-то оригинальность. Что касается игры актеров, думаю, все справились нормально. Не было явно слабых мест, где-то я меньше верил, но плохая игра не отвлекала от сюжета, так что это плюс. По-моему, этот фильм – просто набор клише ужасов без капли оригинальности. Фильм был интереснее в первой трети, просто наблюдая за семейной динамикой и как складывалась их жизнь и как они общались друг с другом. Хочется сказать, что это фильм моментов, но даже этого в нем нет. Однако один момент все же есть. Запомнился эпизод с плохой актерской игрой. Эбони в машине увидела одержимые глаза Дре и закричала. Это выглядело совершенно неубедительно и неестественно. Жаль, ведь мы ждали хороший ужастик после длинных ног, наблюдателя и ловушки. Думаю, последний хороший оригинальный хоррор. Поговори со мной конца прошлого года. Ждем дальше. Объяснение концовки. В конце фильма мы видим, как Эбони понимает, что ей нужно сотрудничать с апостолом Бернис Джеймс, чтобы спасти сына, а не оставлять его в больнице. Она вытаскивает Дре и везет его на обряд изгнания. При изгнании демон менял облик, принимая вид близких Эбони людей, чтобы помешать ей отправить его в ад. Бернис погибла из-за сомнений в своей способности уничтожить демона. То же случилось годы назад с прежними жильцами дома, родителями Дре. Поэтому Дре погиб, Бернис не справилась. Потому Бернис и сказала Эбони не бояться демона. Страх – это слабость. Эбони умерла, и в темноте мы слышим голос матери. Ты можешь говорить с Богом. Там она обрела веру и воскресла, как Лазарь в притче пастора в начале фильма. С тех пор Эбони обрела веру после разговора с Богом, и эта вера отправила демона обратно в ад, после того, как она заговорила на языках. Демон считал Эбони слабой, поэтому смог проникнуть в семью, но обретя веру, она смогла использовать ее как силу, чтобы дать отпор. После изгнания демона мы увидели, что все трое детей исцелились от травм и не помнили произошедшего. Синтия, соцработник, изменила мнение и встала на сторону Эбони после увиденного в больнице. И они решили вместе работать над воссоединением семьи, хотя дети все еще находились под опекой для их безопасности. В конце семья снова была вместе. Они уезжали на машине обратно в Филе, и Эбони собиралась дать еще один шанс отношениям с отцом детей, так что было. Вроде счастливый конец, но не для следующей семьи в этом доме. Не тратьте время на этот фильм. Ничего особенного. Не страшный. Сюжет слабый. Жаль, даже не тот плохой ужастик, что можно глянуть. Пытался быть хорошим, но не вышло. Сэкономьте два часа. Вот вам обзор избавления и объяснение концовки. Субтитры создавал DimaTorzok